Выставка «Газ, нефть. Новые технологии к Крайнему Северу» в очередной раз открылась в Новом Уренгое. Более 80 участников из 14 регионов страны решили заявить о себе на этом празднике новых идей и современных технологий. Отраслевая направленность выставки не означает того, что она неинтересна обычному потребителю. В этом убедились Надежда Печоркина и Николай Александров. На этой выставке многие встречаются как старые друзья. Они уже не по разу приезжали в Новую Уренго и всерьез думают о том, чтобы открыть здесь представительство своих предприятий. В первых рядах местные участники флагмана газодобывающей промышленности. Им есть что показать. В этот год для нас юбилейный. 35 лет. К этой дате мы подходим с большими достижениями. В частности, мы первый из дочерних обществ «Газпрома», кто добился 95% утилизации попутного нефтяного газа. С каждым годом растет количество участников выставки, расширяется ее география. То, что сюда каждый год возвращаются те, кто однажды рискнул приехать на Крайний Север – один из показателей эффективности. Мы намерены продолжать проводить такие выставки, потому что они создают условия для развития производства в городе Новую Уренгу. Создают условия для предприятий, которые могут сегодня, не выезжая на другие какие-то территории, познакомиться с предприятиями, с производителями, с технологиями, с инновациями. Поэтому выставка востребована. У главы администрации интерес далеко не праздный. Отраслевая направленность выставки не означает того, что все заявленные новинки можно использовать только в газовой промышленности. Многое могут взять на вооружение коммунальщики и дорожники. Я вот в очередной раз убедился, что город Новый Уренгой в этом, в организации выставки, форумах, наверное, нету равных в округе точно, наверное, и в других регионах тоже. Одно смущает Геннадия Деттера – слабый интерес представителей соседних муниципалитетов. Здесь для них много полезного. Из 13 ямальских предприятий, участвующих в выставке, 11 из Нового Уренгоя. Хорошее место для того, чтобы определить, насколько каждое конкретное предприятие идет ногу со временем. Уренгойская ГРЭС увеличила мощность на 380%, и сегодня ее руководство уверенно заявляет – это не предел. Во многих терминах и технологиях под силу разобраться только специалисты, но даже дилетант можно найти здесь немало интересного. Один из выводов, которые может сделать на этой выставке даже самый незаинтересованный человек – это то, что спецодежда и средства защиты могут быть не только удобными, но и красивыми. К примеру, вот эти стильные оранжевые очки. Они здесь на самом деле вовсе не для красоты, а для дела. В них могут работать медики, применяя лазер. Пермское предприятие производит множество защитных очков самого разного назначения. Особым спросом на севере пользуются закрытые очки в специальном корпусе из эвапрена. Это гипоаллергенный материал, из него делают детские пустышки. Очки легко гнутся, не запотевают и не дубеют на морозе, поэтому на Ямале пользуются спросом. И обувь для работы сегодня уже не из разряда «прощай молодость». Все, из чего сделаны эти вполне элегантные туфли, хорошо видно в разрезе. Технологии совместно с итальянцами – это уже обувь, сертифицированная по ИЕН-стандарту в Европе, Германии. Собственно, и поставляется в Западную Европу, но сейчас мы ее внедряем очень активно в Россию. Северный климат показал гостям всю свою суровость. Многие участники выставки попали в город не сразу, вынуждены были ждать на соседних аэродромах. Впрочем, дорога сопровождалась испытаниями не для всех. Не сказано повезло. Мы летели компанией «Ямал». В 9 утра вчера вылетели, в 2,5 часа, и мы приземлились. Немножко приземлялись экстремально, ветер боковой сильный был, но приземлились вовремя. И после нас начали открыли аэропорт и начали прилетать другие все самолеты, задержанные с утра, со всех сургутов, с надымов и прочее. Несколько дней на знакомство друг с другом и налаживание деловых контактов. А потом Новый Уренг начнет готовиться к следующим встречам. Надежда Печоркина, Николай Александров, служба новостей «Импульс». Николай Александров, служба новостей «Импульс».